Нет американизации, квас здоровья нации. Под таким девизом второй год работает предприниматель Константин Балакшин. Квасовар молодой человек стал после прочтения статьи о пользе этого напитка. Загоревший седей организовал собственное производство. Наладить бизнес помог областной грант. Хватило, да практически на все самое необходимое. Аппарат разлива, аппарат разлива спокойных жидкостей, укупорщик, полуавтоматический этикетировщик, этикетки клеит, упаковка, упаковщик, ну по 6 штук упаковки и большой холодильник построили тоже, чтобы партия охлаждалась. Муромский квас хранится всего 5 дней, да и то в холодильнике, что свидетельствует о натуральности продукта. Сегодня квас под маркой и квас домашний традиционный завоевывает все больше прилавков муромских магазинов. В этом году Владимирская область также поддержит предпринимателей. На округ Муром выделена рекордная сумма 5 миллионов рублей. Все эти деньги будут направлены на финансовую поддержку в виде выдачи грантов. Эта сумма ограничена по приказам экономразвития, составляет 300 тысяч рублей. Поддержка предназначена именно начинающим предпринимателям. На момент подачи заявки на грант юридическое лицо должно существовать менее года. Суммы распределяются на конкурсной основе. Для этого коммерсанты должны выполнить ряд условий. Входным билетом будет являться этот бизнес-план. То экономическое обоснование бизнес-проекта, которое будет показывать целесообразность, экономическую выгоду как для предпринимателей, так и для бюджета округа Муром. 300 тысяч рублей предприниматель получает безвозмездно. Но отчитываться за них все равно придется. Коммерсант должен будет подтвердить, что потратил деньги по целевому назначению. Деньги выделяются не на оборотные средства, не на выплату аренды, либо зарплаты, именно на материальное обеспечение бизнеса, то есть на оборудование в основном. Обладатель гранта в течение последующих трех лет должен предоставлять в бизнес-инкубатор ежеквартальные отчеты. За три года существования Муромского бизнес-инкубатора такую финансовую помощь получили 24 предпринимателя. Все они по сей день продолжают работать и развиваться. Ольга Келешина, Николай Малазенов, Новости 24, Муром.